смотрим да кажется пошла запись добрый добрый день я андрей сегодня мы с мурадом разговариваем это проект в туристическом направлении до победителя мастера гостеприимства дагестан урат ну представься да и собственно тебе слово спасибо меня зовут мурат джахеев я победитель победителя конкурса мастера гостеприимства номинация это культурный туризм я участвовал с проектом этом парку в очи очень приятно было что андрей пригласил на эту беседу немного поговорить в моем родном селе я сам родом села кубач это аул оружейников который еще был известен еще шестом веке нашей нашей эры вот с чего могу начать я немного представлюсь так сейчас я нашу презентацию начну здесь я являюсь генеральным директором компании агро это производство ювелирного украшения являюсь директором некоммерческой организации она стратегическое развитие территории и также являюсь победителем кадрового конкурса мой дагестан на сегодняшний день хожу состав кадрового резерва правительства республики дагестан участвовал в конкурсе в прошлом году мастера гостеприимства с проектом это на дом кубачи в прошлом году я остановился на полуфинале финал не попал но от проекта не стал отказываться я в прошлом году завершил свой первый проект это был это на дом кубачи я чуть чуть дальше расскажу что он себя представляет то есть ты сейчас повысил планку да то было дома сейчас парк непосредственно я проанализировал посмотрел какие мне оценки дали понял что видимо конкурсы интересны не маленькие проекта более масштабная история чтобы как бы до этой истории развивать в принципе она у меня и так была это давно себе такую цель поставил еще восемнадцатом году что я хочу восстановить 212 домов и так получилось что в девятнадцатом году я выиграл грант на 1 миллион рублей я хочу к этому вернусь давай по порядке пройдемся сама цель этого проекта у нас это вот создать этот парк кубачи до 2035 года в республике дагестан силу кубачи мы планируем сделать проект под открытым небом связано именно с народным сложностью промыслом бытом традициям россии а также других стран мира кубачи у нас на сегодняшний день входит такое туристическое кольцо дагестана находится полтора часа это тоже как бы является для ним для нас таким хорошим показателем дербент бурно развивается очень большие идут вложения и мы хотим как-то вот сделать так чтобы турист который приедет дербент мог сесть на машину и через полтора часа оказаться в горах в нашем селении да такая некая связка была что цель была у нас такая вот в кубачах потому что этот аул у нас известен как я ранее сказал еще шестом веке нашей эры и на сегодняшний день у нас почти 300 мастеров до сих пор работ занимаются именно народных художественных промыслов по изготовлению именно вот кубачинской продукции кубачинской серебряной продукции это наверное одно из тех сел где есть такое большое количество мастеров народных художественных промыслов но это увеличение туристического потока который у нас произошел за последние последние годы видно что идет динамика особенно в этом году и вот нашей целью нашей целью является решить некие три задачи это сохранение популяризации народных художественных промыслов сохранить старых домов в кубачах их более 110 на сегодняшний день памятник культурного наследия ну и соответственно как и во всех любых селах идет тенденция молодежь и уезжает хочется каким-то способом сделать так чтобы у население было дополнительный заработок чтобы они не уезжали села я сам выходить села кубачи но я там не живу я живу городе городе госпит и она того что мое родное село хочется как-то да свои знания умения опыта внедрить в этот проект и сделать так чтобы он развивался да вот если рассказать то что мы делаем это вот до 24 года у нас было желание объединить дагестанский народных художественных промыслов на территории кубачи чтобы турист который приезжал в наше село мог окунуться в быт допустим зайти в дом где присутствует быть традиция именно кубачи народным промыслом кубачи потом быть остальных дагестанских народных промыслов которые очень популярно очень известны у нас дагестане такая задумка была и принципе мы уже в прошлом году один проект делали чуть позже о нем я расскажу и двигаемся дальше мы также планировалось создать еще 14 домов с народным промыслом будет им пройдется культурный народ в россии можно я упрещу да ты сейчас говоришь о том что планировал смысле на тот конкурс еще дать сделать или нет я это это я уже говорю о том то что в этом году двадцатом году это непосредственно уже 6 домов будет сделано один сделан да и еще шесть домов мы планируем сделать у нас как бы нам подарили в прошлом году два дома старых разрушающих два дома которые мы уже 2022 году начнем реконструировать да и как бы есть задумках не за не задумках а есть видение как это правильно сделать что мы до двух тысяч двадцать четвертого года сделали шесть домов то что будет идти потом да это реализующийся данный момент который вот непосредственно в процессе разворачивания находится да 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 все верно да в прошлом году было начало с одного дома а сейчас уже есть опыт знания и как бы понимание как это делается мы настроены как бы двигаться что была такая конечная цель принципе с этим я ехал на конкурс у меня была главная цель чтобы не дали наставника я допустим для себя наставника из тех которые я видел этого заместителя министра туризма елены сынкова как бы я хотел к ней попасть чтобы просто речь и про туризм да да все верно рост туризм чтобы научиться этому тому как это все правильно ну там ниже презентация там об этом и рассказывается я чуть пройдусь в целом по карте дорожной карте спройтись моего двадцатом году видение у нас появилось что мы должны сделать 14 народным промыслом и бытом традиции культуры народа россии но когда я оказался сейчас на конкурсе мастера гостеприимства нижним новгородом я даже не я просто не знал да что оказывается не только там дагестан а есть там большое количество аруна промысл а в нижнем новгороде меня было прям прям таким а большим открытием что там чуть ли не 30 или 40 есть разных народных промысл и так получается что в каждом регионе нашей россии из всех всех собрать там такое большое количество что у меня еще больше там желания появилась еще больше желания появился этот проект реализовать, как-то стараться сделать, чтобы на одной территории это как-то все объединить. Такое видение было. Ну, опять же, дальше у нас шло, что мы хотели и другие страны мира тоже разместить, сделать дома с бытом народными традициями. Ну и, соответственно, такая объединительная цель это уже дальше идти. Это опять же надо дорабатывать, смотреть, что я собираюсь сделать. Ну, есть показатели, которые надо тоже просматривать еще. А так вот, о том, что я на самом начале рассказывал, тот проект, которым, в принципе, в прошлом году я участвовал, с проекта «Этнодом Кубачи», мы получили 1 миллион рублей в 2019 году от двух фондов, от фонда президентских грантов и фонда Тимченко. Если вот посмотреть на экран, он был в ужасном состоянии, там крыши не было, это мне подарили бесплатно. Не мне, о нашей некоммерческой организации. Мы подарили его, в принципе, в течение года, там, с этой суммой, своими силами, силами нашего, нашей молодежи, которые живут в очах, такими родственниками. Мы, в принципе, его сделали, да. Он и крышу заменили, стены исправили, и сделали музейную комнату, сделали родовое древо. Вот она вот эта, если посмотреть на экран, она уникальна, вот эта родовое древо. Родовое древо этого дома, который насчитывает 272 человек. Вот она. Это сколько поколений? Шесть поколений. Шесть поколений. Да, шесть-пять поколений. Шестое поколение еще нет. Вот идет основатели дома, потом идут его дети, дети детей. И вот так вот так. Собирать было тяжело, но получилось это сделать. И она действительно уникальна. Это надо непосредственно приехать в Кубачи и увидеть, что она себя представляет. И как я ранее говорил, вот у нас получилась комната с народным промыслом, бытом, традицией, культурой народа Кубачи. Здесь не хватает только самих украшений. В этом году они уже будут в этой комнате. И еще есть у нас такая комната для мастер-классов. Мы поставили столы, чтобы мог турист приехать и непосредственно посмотреть, как вообще это искусство делается. Вот такая задумка, она в принципе реализовалась. И у нас появилось видение, знание. И мы движемся дальше. С этим конкурсом меня в прошлом году не пропустили. Как я ранее в начале сказал, но уже я решил чуть масштабно сделать, показать, что я уже один дом сделал и что мои слова, которые были в прошлом году, это не являются словами просто, а я уже как бы делаю. Результатом проекта на экране нам подарили, нашей организации подарили два дома, вот таких же старого дома. Сказали, вы молодцы, вы сделали, значит у вас дальше тоже все получится. И уже мы его сейчас оформляем, чтобы в следующем году как бы начать реализовывать эти дома, восстанавливать. Ну и плюсом стало то, что вот это действие, наше действие, то, что мы восстановили, это был хороший пример для жителей села. За один год практически четыре еще гостевых дома появилось. Возможно, из-за нас, то, что мы показали, как это делать. Возможно, увидев, что мы делаем, у них желание появилось. Возможно, это их идея была. Но факт есть фактом, что какой-то эффект произошел от этого. Вот. И, как я ранее говорил, весь участвовал я на этом проекте, чтобы научиться, чтобы мне направили правильное русло, чтобы в будущем я мог подать на корпорацию развития Северного Кавказа, на получение инвестиций, чтобы и реализовать вот этот такой крупный проект. Цель была такая, участие в конкурсе. Ну, здесь некие финансовые показатели. Мы тоже просчитали примерно, как и что обходится нам. До конкурса мы уже, в частности, наш глава села сделал еще один шаг в реализацию нашего проекта, потому что получили, ну, подали на в Министерство сельскохозяйства, по благоустройству сельских территорий. Это направление тоже изучаем, чтобы с помощью государственных программ можно было бы создавать инфраструктуру Кубача. Ну, и вот, как я ранее сказал, здесь опечатка, наставник нужен был в лице Елены Сынковой, это вот, как бы, замминистра Ростуризма. В принципе, все. Это вот такой небольшой рассказ о презентации, если какие-то есть вопросы. Да, давай я подоздаю вопросы. Вот Елена-то была на конкурсе? С ней удалось пообщаться? Нет, ее не было, до Гузова была. Ну, она достаточно доступная, мы списывали с ней, собственно, если смотреть про в Фейсбуке, в том же, в принципе, она есть, и, собственно, в Смоленск, мы когда проводили акселератор в Смоленской области, приглашали, ну, вот, собираюсь пригласить, там не получилось по техническим причинам, но вот с ней списывали. Так что советую обратиться. По проекту вопросы. Вот правильно я понимаю, а вот за счет чего сейчас идет финансирование? За счет привлечения вот этих внешних грантов, восстановления домов, действительно, их деятельность уже, вот, народ художественных промыслов. За счет чего? Первый дом, совершенно верно, прошел за счет грантов. Сейчас, в данный момент, мы чуть-чуть направление пытаемся изменить, мы собираемся сейчас открыть фонд Кубачи, потому что есть жители села, которые поверили, видят, они говорят, ну, чем мы можем помочь, финансирование, что надо, как надо, да, и больше, конечно, все равно знание вот этих грантовых, не только фондов президентских грантов, а вот именно муниципальных, да, их много есть, да, там есть большие, большие возможности реализовывать эти проекты, просто надо изучить, вот изучая, изучая, что они себя представляют, давая некое софинансирование, мы же, получается, я как бы бизнесмен, получается, у меня есть возможность дать какую-то часть софинансирования, но хочется какую-то часть от государства получить, модель у нас такая, вот и дать чуть-чуть, получить еще больше процент и сделать, реализовать, тем более, некоммерческая организация, она новая была, в прошлом году мне только дали 500 тысяч рублей, да, я планирую уже в следующем году подавать уже на 3 миллиона, с ученым показать, что есть еще 2 недвижимости, мы один проект сделали, он имеет такой успех, а эта история, она интересна, тем более там, это развивать территорию, как бы, да, основная история, это, конечно, грантовая, а вот смотри, получается, ты готовишь большой такой этнопарк, да, он изначально планируется как коммерческий проект все-таки, или это такой вот, ну, или самоокупаемый, вот расскажи немножко об этом, да, проект не может существовать, если там нет денег, это как бы, на таких своих силах, долго ты не протянешь, может быть, там 1, 2, 3 года на эмоции, как ты это можешь сделать, в любом случае, везде, соответственно, должно быть экономическое обоснование, да, моя ситуация, мне чуть проще, у меня есть свой бизнес, достаточно успешный, где мы неплохо развиваемся, там, с родным братом его основали, как бы, все хорошо у нас, да, но эта история, я делаю ее как, у меня есть некоммерческая организация, этот дом принадлежит некоммерческой организации, это не мое личное, я его продать не могу, он только является некоммерческой организацией, в данный момент мы, этот дом, сейчас буквально еще в месяц, наверное, он уже сможет принимать гостей, я планирую как делать, чтобы все деньги, которые будут поступать, они будут оставаться в самой некоммерческой организации, если в течение некоторого времени будут появляться, увеличится туристический поток именно в этом доме, то, соответственно, эти деньги можно тратить на другой дом. В моей модели надо сделать 3-5 домов, которые будут принимать гостей, и, соответственно, если 3-5 домов будут находиться на территории Кубачи, то они дают возможность восстанавливать один дом каждый год. Вот такая модель, она должна сама себя покупать и создавать такой некий масштаб. Конечно, когда масштаб увеличится, я как бизнесмен уже, соответственно, тоже, скорее всего, какие-то свои моменты, бизнес-модель тоже буду выстроить, но в данный момент она именно такая социальная, для меня как социалка идет. Ну да, как цель некоммерческой организации зарабатывать деньги для реализации этой цели. Все верно. Понятно. А вот скажи, пожалуйста, ты говорил о том, что где-то полтора часа на машине, да, собственно, ехать. Вот, это аэропорта фактически, да, насколько я понимаю, или... Нет, да, с Махачкалы ехать Дербент занимает где-то полтора-два часа, а с Дербента ехать, это как бы между Махачкалу и Дербент фактически получается, да, с аэропорта до Дербента, с аэропорта Кубачи ехать по 2,5 часа. 2,5 часа примерно, да. А в данном случае, все-таки, на кого ты сейчас прежде всего делаешь ставку номер один и номер два? Туристов откуда? Или это внутрореспубликанская история пока у тебя? Нет, это внешний трафик, именно не внутренний республиканский, именно приезжий, ну, вся Россия, потому что тот поток, который на сегодняшний день я вижу, люди, которые приезжают на территорию Дагестан, им не море интересно, да, море хорошо, но море они видели, как бы, да, им интересны горы. Горы прямо востребованы на сегодняшний день. Надо просто правильно, хорошую создать инфраструктуру, чтобы она работала. В первую очередь даже дорога, да, Кубачи вот настолько известен, у нас там есть участок, где нет асфальта, и человек, который к нам приезжает, там, и 100%, наверное, 30 еще раз вернутся, но 70 не вернутся, потому что, ну, дороги нет, дорог нет, кафе нормальных нет, там, ну, все остальные есть. Плохая-плохая инфраструктура, которую надо делать. Ну, инфраструктура, вот, она разная, да, если, говорит, дороги, то это огромные затраты, часто не подъемы. Если говорить о кафе и средствах размещения, то это, в принципе, тот же малый бизнес, те же, собственно, селяне, да, которые могут это организовать. Ну, для этого и мне важно, да, вот, понять, что надо мне сделать, чтобы все-таки дорогу сделали, потому что дорога – это 50% успеха. Будет дорога, инвестиции пойдут. Нет дороги, будет инвестиции, но она будет дольше идти. Вот, 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 вот в этом задача, вот, как бы это направление, как правильно править. Ну, и здесь уже, да, задача, наверное, республиканская, на район, ну, правительство ходить, понятно. Вот, поэтому и хочу вот наставника, да, как бы, чтобы мне сказали, да, вот она является вашим наставником, и чтобы это направление можно было дальше двигать. А вот скажи, а что сейчас непосредственно? Ну, да, ты отчасти показал, вот, в этих домах, кто туда уже приезжает? На кого, то есть, вот, уже работает твой этнопарк? На кого работает? Вы в плане туристов? Ну, да, в плане откуда эти люди, что вот для них самое главное? Ну, ты говоришь, город, да. На сегодняшний день в Кубачи приезжают из-за нашего народного художественного промысла, потому что кубачинские изделия, они известны во всем мире, в России и в мире, да. И человек хочет приехать, окунуться, во-первых, в вот эту старую историю домов, потому что они действительно уникальные, да, но основная цель приехать, посмотреть, как делаются украшения и что-нибудь купить. Вот такая основная, основная человеку интересно посмотреть, как изготавливают, да, что делают, да. Основная наша Кубачи, он славится именно этим, получается, вот, что есть там народно-художественное промысло, которое делает серебро, а, соответственно, приехать, изготовить и с собой забрать. Ну, опять же, оно все такое, да, не настолько профессионально сделано, надо эту историю тоже, как бы, монетизировать, да, чтобы людям было комфортно это все делать, получать и двигаться. То есть, ну, фактически это такая синергия непосредственно, как основного промысла и, возможно, бизнеса, да, так и вот некоммерческой организации, то, что помогает им действительно еще больше интеллект к селу проявлять и развивать саму территорию. Да, я даже дополню, у нас же в Кубачах есть Кубачинский художественный комбинат, это ГУП, он в свое время производил более тонну серебра в советское время, обеспечивал практически всю Россию именно такими подарками, дорогими подарками. Это было действительно такое градообразующее предприятие, которое, ну, во-первых, кормило и наше село, у нас, допустим, не было понятия, что кто-то занимался сельскохозяйством, да, все занимались именно производством ювелирного украшения, да, и она обеспечивала районы вокруг, получая, селы вокруг. Вот такое градообразующее предприятие было, которое, за счет чего и есть на сегодняшний день этот поток, да, и это поток, и жители, допустим, одной из тех сел, которые как бы себя кормят, получать этим же нашим промыслом, она себя кормит, и одной из тех сел, когда люди еще прямо так масштабно не разъезжаются, надо как-то сохранить их, вот, как-то так. Ну, а вот смотри, по сути, вот, получается, ты создаешь такую экосистему, которая входит, и действительно, и бизнес, и некоммерческие организации, и, собственно, жители, вот еще кто с точки зрения муниципалитета, с точки зрения других малых предприятий, вот, может зародиться в этой системе, вот, особенно микробизнес, ну, вот те же кафе, те же там гостевые дома, те же там небольшие гостиницы, по сути, наверное, вот от этого зависит успех, вот, расскажи об экосистеме, побуд пошире немножко. Системе, ну, вот, на сегодняшний день, то, что я знаю, да, уже делается еще одна гостиница строится, и делают еще три дома таких современных хотят сделать, типа вот, типа глэмпинга таких, да, интересно. У людей появился интерес, да, у людей появился интерес, это вот эти же самые кубачинцы, которые живут в городах, да, у них появился интерес, что сейчас, если вложиться деньги в родное село и что-то там сделать, она будет им проносить деньги, получается, в это направление уже есть хороший зеленый свет, люди уже начали в этом направлении двигаться. В кафе, допустим, в плане в кафе чуть сложнее, да, я вижу, что в этом году так же это направление не развито получается. Опять же, в моем видении, что должно, это все должно быть некое комплексное решение, чтобы это как бы был единый механизм, и сами-сами жители села понимали, что они делают, да, не хаотично, как то, что сейчас происходит, да, должна быть некая, возможно, карта, где мы прямо четко знаем, что вот здесь должно быть так быть, здесь должно быть так, здесь должно быть так быть, как бы, да, каждый знал, что надо делать, да, не уходил от этой линии. А то, если сейчас вот эти хаотичные стройки начнутся, они тоже как бы чуть-чуть эту всю культуру могут испортить. Я чуть расскажу, у нас в Кубачи находится на двух частях, можно, фактически. Есть старое село, которое находится на горе, оттуда, оттуда там живут, из тысячи домов, там осталось, наверное, 200 домов, они разрушились, потому что есть доступность сложная там, да, люди оттуда переезжают на более удобные, комфортные места, где подъезжает машина. За счет этого это старое село, которое имеет, да, такую достаточно большую историю, она портится, разрушается, и если он там сейчас просто начать хаотичные стройки, там, как попал, она может испортить эту саму всю культуру. Поэтому, в мое видение, что надо это как бы совместно с жителями села обсуждать, и чтобы каждый понимал, если что-то хочет, что-то сделать, чтобы он делал это правильно, да, если будет делать правильно, соответственно, будет все хорошо у нас, да, и в будущем. Чуть долгосрочную перспективу надо смотреть. Я так вижу, да, в мое видение такое было. И поэтому я понимаю, что необходимо делать в кубачах, создавать фонд, кубачи называть, и, соответственно, создавать еще управляющую компанию, которая будет курировать это направление, которая будет четко знать, что вот здесь надо сделать так, здесь надо сделать так. Видение такое у меня. Ну, очень правильно, потому что я услышал в твоих словах, что нет такой вот полной координации, да, внутри договоренности, кто что делает, это огромный риск. Мой совет, вот я могу даже, да, прислать контакты, Волоколамск, Подмосковный, там есть вот Федор Степанов, он был тоже в этих мастер-классах, могу видео скинуть, посмотри, очень интересно, они работают сообществом, фактически бизнесы, жители, там 30-ти тысячного муниципального района, вот он их объединил. Это очень интересный проект, он был в свое время представлен Мутковым, на тот момент вице-премьеру и президентом. Вот, я курировал его как ментор от ОСИ в 19-м году. Вот, пришел, потому что, да, слышал, что идет большой риск. А вот какие ты еще риски видишь? Риски какие? Не могу так сразу сейчас сказать. Надо прописать их, я не прописывал, я же по большому проекту я еще не прописывал, потому что, ну, надо более так подойти и прописать. Риски на сегодняшний день, опять же, связаны с тем же самым ковидом, наверное, да, то, что он уже такие немного корректировку этих планов, конечно, включает, потому что уже задумываешься, а правильно ли мы делаем, допустим, да. Я-то как видел, у меня на сегодняшний день продажа моих изделий, ювелирно то, что я произвожу в городе, да, я их реализую на маркетплейсе Валберес, Озон, там, Санлайт. И, имея этот опыт, я понимал, что если я вот эти точки создам в Кубачах, народным промыслом Дагестана, да, объединю их в одном месте, у меня там будет две модели, да, модель первая, это когда приезжает турист и покупает народные промыслы, которые изготовили именно вон там в Кубачах, это в сезон, а не в сезон, их реализовать на этих маркетплейсах получается. Соответственно, у меня такая двойная история получается, можно и на туристов акцентироваться, и на продажах на России, и по России, и также за рубежи получается. Это отличная история. А вот смотри, еще, может быть, как одна из возможностей, может быть, ты это тоже уже делаешь, сосредоточиться на других уже хорошо зарекомендовавших себя туристических дестинациях в Дагестане, может быть, в соседних республиках, да, и непосредственно, и действительно с ними выстраивать турмашрут. Уже, то есть войти в больший турмашрут, соответственно, тогда более вероятно туда, соответственно, привезти туристов, в том числе и к себе. Спасибо. Понимаешь, то есть тоже хорошее, кажется, может быть. Да, согласен. Ну, вот этим и был большим плюсом то, что я участвовал два года мастера гостеприимства, потому что я и на первом конкурсе получил знакомство, которое было связано с Кавказом, а теперь есть и еще же вся Россия получает то, что на финале участвовал. Поэтому огромный плюс, огромные знакомства появляются, чтобы это все как бы можно объединить и дальше развивать. А какие вот действительно были такие открытия, может быть, действительно коллеги, которые прям вот очень интересно тебе было самим их увидеть на мастерах гостеприимства? Из твоей или категории, может быть, из других номинаций? Ну, мне было интересно, вот из моей номинации тоже победительница, тоже, которая занималась народным художественным промыслом. Это было близко ко мне, то, что она смогла, я забыл с какого города, надо посмотреть, там мне записано, что она смогла тоже восстановить артель, такое же похожее предприятие, как у нас селение, что на сегодняшний день у нее уже там работают 25 человек, что эти товары она тоже реализует уже, продает на маркетплейсах Этси, я даже посоветовал, я говорю, на этих Валбересах, Азону тоже стоит участвовать. Вот это для меня был такой момент, что не я один такой, да, есть еще люди, которые также пытаются свои эти народные промыслы не только восстановить, но и на этом еще и зарабатывают, да, вот эта история для меня была такая, которая запоминающая. А откуда она? Я не могу вспомнить, я забыл уже, не могу, она записана у меня, надо посмотреть. Буду благодарен, действительно, интересно, тоже, может быть, мы ее позовем в эфир. Хорошо, я отправлю. А вот действительно, какая у вас, наоборот, была ты победитель, да, мастеров гостеприимства, этой номинации, а какие были все-таки рекомендации, замечания, пожелания вот к проекту? На прошлом, на полуфинале я рекомендации, замечания я почувствовал, они мне прям финансовое обоснование прям сказали, прописать социальный эффект и финансовое обоснование, что я, в принципе, и сделал. Я более тщательно подготовил свою финансовую модель, сделал бизнес-план по проекту, именно по этнодому, по одному из домов, да, и показал, какой социальный эффект от этого будет. Во втором, я уже не помню, возможно, не было, потому что у меня ничего не записано. Они в целом послушали и сказали, что уже как бы я даже там почувствовал, что, скорее всего, я выиграю, раз особо вопросов не задавали уже, как бы, да, такая история. Ну, понял, понял. Ну, здорово. А ты вот, ну да, про риски мы, собственно, поговорили. На мой взгляд, конечно, тут проект хорош тем, что он шаг за шагом идет, постепенно развивается, тем самым они, конечно, минимизируются. Вот. На ближайшем, по сути, сейчас ты собираешься расширять количество домов потихонечку, да? Да, да, да. Я буквально недавно поменял, вот сейчас буквально заказал, поменяли мы логотип. Он раньше назывался у нас «Этнодом», сейчас уже сделали логотип «Этнопарк». Ну, сейчас хочу показать. Давай, давай, давай. Сейчас. Ты сказал логотип, я потом вспомнил. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас я быстренько его открою. Интересно, да, чтобы сразу это лучше увидеть, чем услышать, конечно. Сейчас, 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 что-то он у меня не хочет открываться. Вот сейчас. Вот. Есть? Сейчас, да. Сейчас скачу. Сейчас буквально чуть-чуть. Пока вот ты ищешь, какие, в общем-то, регионы, откуда приезжают? Может быть, страны? Все-таки ставка же не только на Дагестан, да? Это между туристов в Дагестан? Да, да. Откуда еще приезжают в основном туристы? Вот, если честно, отовсюду. Вот у меня нет такого, прямо сказать, что конкретно вот отсюда. Вот сейчас я наблюдаю за увеличением туристического потока, то, что туристы приезжают. Ну, они разные. Я это объясню так. У меня нету такого, прямо, опыта именно привлечения туристов. Я на сегодняшний день прямо не контактирую с туристами, да? Моя цель была вот именно такая. Она больше такая на бизнес-историю похожа. Но когда я разговариваю с этими операторами, да, я вижу, что они, они так и отвечают. Ну, отовсюду, получается. Нету конкретных. Уператоры, кстати. С любого региона едут. А сотрудничество с туроператорами есть у тебя? Идет? И какой поток, примерно? Ну, да, у меня есть, да, как бы направление, с кем как бы мы контактируем, да, и все они. Вот он проект. Вот он этнопарк. Ага. Вот так он выглядит. Раньше вот здесь был этнодом, ну, там даже у меня где-то он здесь указан, да? Вот это чуть изменили. Фактически сейчас я его еще в Инстаграм не размещал, но для меня такая, надо сейчас картинку придумать. Был типа этнодом, там типа мы сделали. Сейчас типа стрелка. Этнопарк как бы, да? Следующая цель наша. Вот как бы такая история. А ролик покажешь? Ролик тоже покажу. Давай посмотрим. Сейчас мы ролик тоже покажем. Он не виден, да? А, нужно, да. Давай, выключу эту трансляцию, ты сейчас запусти ролик. Трансляцию. Ага. Давай сейчас. Вот сейчас, окошко, где ролик. Сейчас сделаю. Ага. Да. Видно? Да, да, видно. Все, давай. Вот он, кстати, мой дом. Видите, он вот, он здесь еще не завершен. Мы здесь чуть-чуть марафету уже тоже сделали. А так вот он был в состоянии, не знаю, может, что-то похожее, да? Вот наша следующая цель, вот этот дом мы будем восстанавливать. Вот здесь уже побольше половины крыши нету. Он намного сложнее будет, но глаза боятся, руки делаются. Будем восстанавливать. Как-то вот в конце как раз был ролик, и с логотипом он был указан, с нашей старой. Вот, в принципе, все. Ну, пришли действительно, тогда я размещу ссылку на YouTube на большой ролик в комментариях, да? Чтобы посмотрели. Хорошо. Обязательно. Понял, понял. Ну, здорово. А вот действительно, с кого ты берешь пример? Вот какие, ну вот ты, да, называл эту девушку, да? Ну, собственно, на кого ты действительно смотришь, вот достойные подражания, может быть, примеры, да? Может быть, в других странах, может быть, опять же, на Кавказе, может, где-то еще для тебя. Например, у меня на Кавказе, от чего даже интерес появился, да, здесь есть села, которые переселили давно, там никто не живет, они живут уже на равнине, и они такое сообщество создали, своих жителей, да, объединились. И каждый начинает, какой-то некий определенный фонд есть, они скидываются деньгами, и потихоньку у себя то село, которое они когда-то ранее были, которое покинули, они начинают его восстанавливать. Сделали один дом, кто-то уже переехал туда-обратно в горы. Сейчас опять скидываются, строят еще что-то. Они, в принципе, своими знаниями, деньгами, ну, своими незнаниями, деньгами фактически пытаются восстановить свое село. Была такая очень интересная история, когда вокруг определенной точки идет некое объединение, да, возможно, мне это само стало интересно, и я тоже, как бы, смотря на это, пытаюсь сохранить то, что есть у нас. Ну, хорошая история, потому что с того, что ты говоришь, основные инвесторы, те, кто возвращается туда своими бизнесами уже, да, надо с ними действительно вот эту управляющую компанию создавать, и которая ты делаешь. Обязательно, без этого никак. Я говорю, здесь надо свое знание бизнеса, то, что у меня есть, воплотить вот эту социальную историю, и она, я думаю, что сработает, должна сработать. Понял. Спасибо тебе. Спасибо. Интересно, что, что обещал, пришлю. Все, удачи. Я тоже, что обещал, отправлю. Спасибо. Спасибо, счастливо.